САМАРСКИЕ НОВОСТИ СПОРТА Команда «Маяк» в синей форме. Прошлый сезон закончила на втором месте, а первый официальный матч в своей истории команда «Авиапрома» провела еще в начале 40-х годов прошлого века, а с тех пор в зале славы собралась целая коллекция призов. И чемпионами области были на уровень российский, выходили только в соревнованиях, которые непосредственно касались предприятия. Выступая в соревнованиях по Роскосмосу, обладатели кубка, победители, короче говоря, в 13-м году. В красных футболках «Локомотив» железнодорожники прошлый сезон провели очень удачно. Выиграли золотые медали городского первенства и Кубок Самары. Коллектив собрался хороший, команда очень сильная, все ребята сильные. Задачу поставили руководству. Все, мы ее выполнили. Открывает футбольный сезон в Самаре по традиции розыгрыш Суперкубка. За него сражаются прошлогодние обладатели Кубка города и победитель первенства. Так как два этих трофея достались «Локомотиву», то его соперником в матче за Суперкубок стали серебряные призеры первенства команда «Маяк». Если команда три года подряд завоевывает Суперкубок, то он остается у нее навечно. Если она завоюет пять раз в течение всего времени, то же самое. Поэтому будем надеяться, что кто-то найдется такой, но пока выигрывают разные клубы. Матч за Суперкубок Самары получился интересным. Болельщики увидели три забитых мяча. В результате переходящий приз достался железнодорожникам. «Локомотив» выиграл у «Маяка» со счетом 2-1. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы!